Всем привет! И как бы это неожиданно не было, но с вами как всегда Бэринг, второй сервер Тринити Реллплей и вот этот вот прекрасный молодой человек по имени Дуглас. И практически каждая серия по Тринити начинается с того, что либо я звоню Жонни, либо он звонит мне. И в принципе эта часть тоже не станет исключением, потому что вчера мы с ним договорились, чтобы я сегодня к нему с утра заехал. Там вроде как Тоби дал очередное задание и давайте сейчас я его тогда наберу, узнаю вообще дома он или нет и там уже все будет видно. Кстати говоря, он переехал в новое жилье, потому что с его старым местом жительства в прошлом видеоролике произошла не самая приятная ситуация и сейчас тогда плюс ко всему мы еще посмотрим, что же он там такого себе приобрел. Дуглас, какого черта? Иди нахуй, я так охуенно спал, сука. Джо, не гони, уже десятый час, пора тебе расчехляться. Да-да, ладно, блять, давай, подкатывай ко мне минут через десять. Ага, скоро буду. Короче, Джонни все-таки у себя дома, так что сейчас будем к нему выдвигаться. Кстати, вот знаете, если сейчас посмотреть на стенку позади Дугласа, то там можно заметить какие-то абсолютно случайные буквы. И в принципе, можно попробовать их ввести в окно ввода промокода на Тринити. И быть может, вы получите 25 тысяч и уникальный аксессуар. Ну это так, просто небольшие предположения. Ну и пока я направляюсь к Джонни, я все же позволю себе еще немного поавтопить и сказать пару слов касаемо грядущей сборки, потому что в ЛС мне прилетает весьма много сообщений касаемо того, когда же она будет. В комментариях под роликами тоже немало упоминаний касаемо этой темы. И я отвечу довольно кратко. Я все еще эту самую сборку дорабатываю. То есть, с моей точки зрения, пусть она выйдет немного позже, но она будет лучше. Из более-менее интересных моментов можно, допустим, показать плагин, который дает возможность создавать свой колор-мод, находясь прямиком в игре. Такая же ситуация идет и с тайм-циклом. То есть, вы просто в своеобразном лайв-режиме можете создавать свои тайм-циклы, свои колор-моды и делать игру визуально приятной именно для себя. Плюс ко всему есть еще пара, как это принято говорить, приватных плагинов, которые были написаны под заказ. И с их помощью можно, допустим, перекрашивать определенные моменты чата в желаемые цвета. То есть, тот же зеленый IC-чат на Trinity можно преобразить в белый или же любой другой цвет по вашему желанию. И второй плагин отвечает за возможность отключения какого-либо чата, но об этом я уже буду более подробно рассказывать в самом ролике про сборку. И как-то, да, уж слишком сильно я отошел от основной темы, но мы все же к Джонни приехали, и давайте сейчас заглянем к нему вовнутрь. Здарова, ниггер. Ебать, ты, конечно, раскошелился на этот домик. Ага, все бабло на него слил. Ну, чисто по визуальной составляющей оно того стоило. А ну-ка, секунду. Я, сука, обязан глянуть на твой сральник. Хе, я думал сейчас здесь будет какой-то царский престол, а здесь просто самый обычный кусок керамики. Дуглас, ты как маленький, тебе уже 23 года, а ты первым делом идешь смотреть туалет в хате. Ну, бля, это же трон. Это главное место релакса в доме, ты че? Я там траву буду хранить. Интересные, конечно, у Джонни планы, но да ладно. Так это, слушай, че там за очередная миссия от Тоби? Говорил, что нам нужно проследить за одним важным итальянцем. Он мне уже дал всю информацию о нем, фото и основные места его нахождения. Так что через пару часов будем выдвигаться в первый пункт. Окей, ясно. А че вообще за итальянец? Да, между нашими и этими итальяшками война же своеобразная развязалась. Вечно всякие терки, похищения, вот и здесь примерно такая же хрень. Короче, ладно, думаю, особых трудностей не должно возникнуть. Ну и вот уже пару часов прошло, и мы сейчас с Джонни уже выдвигаемся в тот самый первый пункт назначения. Ээээ... Так, стоп. Эээ... Как-то я вот сейчас понимаю, что походу мой кловер только что угнали у меня прямиком перед глазами. Но в принципе ладно, я могу просто при помощи команды слэш колл кар себе машину вернуть, и все должно быть красиво. А, да, вернуть. Ха, конечно. Ну, окей, есть еще один вариант. Ща, погоди, я через телефон тачку пробью. Там система навигации стояла. Открыв нужное приложение на телефоне, выбрал один из пунктов. Через несколько секунд на экране телефона отобразилось местонахождение транспорта. Протянул телефон в руки Джонни, после чего произнес. Давай, срочно в тачку, и погнали за этим пидором. Так что, да, благо на Тринити можно просто через список своего имущества пробить его местонахождение, и сейчас, надеюсь, мы все же найдем мой кловер. Ну и вот, по идее, сейчас мы уже должны к нему приближаться. Ээээ... Так. Че-то я вообще не улавливаю в сути всего происходящего. Стоит моя машина, в ней сидит Дасти, который состоит у нас в РМ, и че-то пока что логичность этих событий для меня не особо понятна. Дасти сидит в машине, завязанными руками и кляпом во рту. Блять, че за хуйня? Вытащив ключи из кармана, открыл дверь автомобиля. Вынимает кляп со рта Дасти, смотрит ему в глаза. Дасти, ебаный в рот, какого ты здесь делаешь? Не ебул. Помню только, что сижу у нашего офиса, и мне кто-то в затылок ебнул. И вот я здесь. Так, стоп. Типа, кто-то спиздил мою тачку, спиздил, грубо говоря, нашего человека, посадил его в эту тачку, привез сюда и просто оставил, и все? Че-то я вообще не вижу какой-либо логики в этих действиях. Пиздец. Я не знаю, зачем это все. Может, типа, припугнуть хотели? Да, есть, конечно, вариант, что это все те же итальянские ребята. Но, типа, бля, нахера это было сделано? Они же по итогу тачку оставили, Дасти тоже не грохнули. Короче, я хер знаю, серьезно. Странный пиздец произошел, конечно. Но, в любом случае, моя ласточка на месте, Дасти тоже, вроде как, жив, цел, здоров. Так что, все еще более-менее. Ладно, Ду, поехали уже на назначенное место. Мы и так столько времени потеряли. А тачку Дасти эвакуирует. Да, Дасти, сможешь эту тачку отогнать к отелю у порта? Пару раз прокрутив ключи от машины на пальцы, кинул их в руки Дасти. Хорошо. Короче, я все так же могу повторить, что не особо понимаю сути происходящей ситуации, но, так или иначе... Охуеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...